Привет! С вами Game Club Pub. Полчасовые ренты на самые разные темы и немного игровых новостей. Раз в неделю мы обсуждаем всё самое важное из того, что произошло за последние 7 дней в игровой индустрии, и стараемся не унывать. Меня зовут Николай Лапко. А меня зовут Николай Третьяков. Это подкаст Овертайм. Всем привет! С вами снова Овертайм. С вами Коля Л, Коля Т. Сегодня 20 октября 2018 года, и это 141 выпуск нашего подкаста. И в гостях у нас сегодня опять никого нет, потому что как-нибудь ещё потом придётся. Потому что мы просто забыли, решили с утра пораньше записаться, зато сегодня вечером я постараюсь там поиграть в Мотыгу. Мотыгу, да. Я хочу посмотреть, как это всё работает. Потому что, ну, я как-то немного совсем смотрел и даже пытался играть, но эти фазы, короче, меня очень сильно выбесили. Ну, потому что было очень медленно. На самом деле фазы все простые, и все есть это, есть везде поддержка. Потому что вот люди говорят там стэк, стэк, ну, в общем-то, ну, всё просто. Сорсери, ты можешь в течение своего хода колдовать. Инстант в любом, ну, практически в любой момент, насколько я помню. То есть там, как там, дро, а это фазы дро, апкип, антеп, нет, подожди, антеп, апкип, main phase, battle, main, вторая часть, дискард, клинап. Ну, да, они просто, да, это, пардон, что перебиваю, они на самом деле там разрешаются, ну, кстати, на самом деле в Харстоуне это очень уязвимое место, вот именно, ну, грубо говоря, когда спилы начинают там, то есть у них нет, в принципе, этого стэка. Поэтому у меня есть небольшой опыт игры и в Мотыгу, и в Харстоуне там, как бы, с моей точки зрения, когда начинают взаимодействовать иногда несколько эффектов, они себя ведут не так, как я ожидаю, но это, в общем, мои ожидания, безусловно, моя личная проблема. А только дело в том, что у них никак это не отрегулировано, то есть нужно, грубо говоря, запоминать, что там сначала случается, а что потом. Вот, а здесь, на самом деле, как вот это, как инстанты они там разрешаются, ну, ну, не знаю, грубо говоря, инстант бьет инстант, как сказать там, что-то в этом духе. Ну, я же говорю, у меня проблема была не в том, что понятно все эти фазы, как они идут там и так далее, просто это было очень долго. Просто он нет, ну, Харстоун, понятно, для дебилов, но там... Нет, Харстоун совершенно нет, для дебилов, а просто для... Ну, ты просто делаешь свой ход и отдаешь противнику. Противник делает все, что может, отдает тебе. А здесь так вот все время скачет? Ну да, здесь, кажется, да. Там это не скачет, ты просто выкладываешь, понимаешь, здесь вот в этом, на самом деле, как раз азарт. Ты играешь с зеленой колодой. Сейчас там giant growth, по-моему, нету, за одну ману плюс три, плюс три на существо повесить. Там есть монстр с growth, ну, то же самое, за две маны, зеленую и любую, generic. Плюс четыре, плюс четыре. И ты, в принципе, знаешь, что у зеленого у него это может быть в руке. И иногда он тебе умудряется там пробить в лицо, когда у него... То есть это как блеф фактически. Потому что он выставляет нагло там существо 2-2 против твоего 3-3. И ты как бы думаешь про себя, что ага, у него там есть вот эта вот карта, я сейчас не буду выставлять на блок, а он эту карту не играет, и может, вообще у него не было, и тебе вот да, и ты получаешь там, да, в лицо. То есть вот такие вот моменты, они как бы сильно на самом деле... То есть там есть в этом... То есть в харстоване там есть свои интересные вещи, которые, ну, там, позиционирование карт относительно друг друга, то, что можно только семь существ там выложить. Вам в мотыге позиционирование не важно? Нет, относительно на столе, как карта кладешь, не, не важно. И лимита нет? Лимита нет, да, поэтому зеленая колода, она может чудовищно... Там вот единственное, что там тяжело считать, потому что когда ход... Иногда. Поэтому я люблю такие более ленивые колоды. Например, берешь там... Берешь красную с этими, с директами, и быстро там стараешься выиграть быстро, потому что зеленая там вот и комбинированные зелено-белые, они... То есть можно огромную кодлу существ, просто, я не знаю, не в человеческих силах просчитать уже там, сколько там, что тебе заблокируют, что не заблокируют. То есть я как бы стараюсь этого избегать. Потому что, конечно, можно и зеленую колоду сделать, которая не будет там заключаться в сборе там дикой там какой-то толпы зверя. Ну и как бы, то есть там, в принципе, это основные, они те же самые. Вот, то есть там нужно думать там про... Теоретически про восстановление жизни, про то, чтобы там, чтобы дро механика, потому что, как и в Харстоуне, там одна карта тянется за ход в нормальных условиях. То есть надо там иногда, ну, в общем, как-то стараться, чтобы тянуть больше. Вот. Ну и как бы единственное, что я просто... Вот сейчас я так это там поиграл пару недель и подумал, почему, в общем-то, мне... Но дело не в том, что мне Харстоун надоел. Но там вот такие смешные причины, что все-таки, ну, в определенные моменты приедается, что, ну, Харстоун довольно-таки, во-первых, простой, а, во-вторых, у Близзард действительно ты начинаешь там уже вот видеть и уже не можешь перестать, типа того, что там все, все женские персонажи, они действительно сексуализированы. Немножко, ну, смешно, это немножко... Мужские тоже, я должен сказать, мужские тоже. Ну, да, но женщины не ограничиваются. Не обошло. Женские поголовно все. И, то есть, типа, там как бы... А там существа настолько странные, ну, то есть, и гуманоиды в том числе, что их как-то сексуализировать-то как-то и не получится. Хотя, конечно, я думаю, что Близзард там скажет, подержи мое пиво, и начнет это, она сделает все, что угодно. Вот. Я, так как я тормоз, я вчера узнал там в твиттер-фиде, я узнал про то, что есть такой фильм, который снял этот кукольник Хэнсон, Dark Crystal, и там есть раса Скетти. Скетти, Скексис. Вот. И это на самом деле, то есть, я думал, откуда Близзард взяли Аракоа? Потому что они явно откуда-то там утянуты. Ну, и вот, короче, вот этот вот 82-го года фильм, это, как это сказать, гуманоидные там полуптицы-полудинозавры, там очень противные, вот со своими клювами, там вот это вот они и есть фактически. То есть, ну, Близзард, они все-таки вот... Ну, как сказать, наверное, будет неверно сказать, что Близзард копается в баке, но я не знаю, у меня просто в голову ничего другое. То есть, они как бы все вот... Арако окручивали. Ну, Арако, да, они прикольные, понимаешь, просто вот эти Скексис, ну, там же даже называется локация Скексис. То есть, да, они даже не стесняются особо. Ну, то есть, и так получается, что... А, нет, ну, Близзард никогда не стеснялись. Они начали с того, что скопировали, ну, полинорков с Вархаммера, потом Спейсмаринов и так далее. Ну, то есть, нельзя не сказать, что у них абсолютно вот... То, что они гайдзины, у них абсолютно японская ментальность. То есть, вот эта вот моя любимая легенда про то, как, прости господи, там, Лексусы надо это... Начали они производить, они купили 500 Мерседесов, там, это, Тойота. И они начали... В общем, они начали их разбирать, они разобрали их все. Что не понравилось, они выкинули, где они там лучше могли, они поставили свое. И так оно пошло. Ну, в принципе, там, фамильное родство, оно по машинам видно. И вот Близзард делает абсолютно точно так же. То есть, они вот взяли там этот... Да, взяли, ну, Вархаммер там, допустим, просто сеттинг, но вот тот же Харстоун, они взяли МТГ, и что не понравилось, выкинули там, упростили там, где-то поставили свое. Ну, то есть, эта формула, она работает раз за разом. Ну, как бы, ну, просто иногда просто... Просто, я не знаю, надоедает, честно говоря. Или там RNG слишком много, или просто мне... Мне, мне за несколько лет вот как раз надоело, и все, я уже в Харстоун вообще, меня никак обратно не тянет. Знаешь, там World of Warcraft, почему всегда начинаем подсказать... Ну, короче, World of Warcraft, знаешь, тянуло, и до сих пор, в принципе, я там не против поиграть, но просто времени столько нет. А в Харстоун вообще никак назад уже. Ну и, типа, чёрт с ним. Вот. Ладно, да, давайте что ли там. Всё, бросим. Тема Близзарда, а про МТГ, я надеюсь, Коля ещё постримит. Вот. Что там было за неделю на нашем канале? Нужно сказать, за неделю на нашем канале, например, было видео про 60 Parsecs. Игра такая, инди, замечательная, вышла несколько дней назад. И я вам очень рекомендую её взять, попробовать. Если, скажем так, если вы знаете, что такое в космических рейнджерах были текстовые квесты, ну, это примерно то же самое. Вот. Потому что в основном там читаешь и принимаешь какие-то простые решения. Плюс это всё, ну, там, с юмором оформленное. И, ну, не слишком сложно. И так далее. Вот. Там много разных персонажей. Не много, но несколько разных персонажей со своими перками, за которых можно, значит, играть. И дело всё происходит в небольшом спасательном таком модуле, в котором вы являетесь капитаном. И там, значит, с собой захватили одного-двух помощников орбитальной станции Земли. Потому что Земля взорвалась, орбитальная станция взорвалась, и вас там на 60 Parsecs подкинуло. Вы там последние, значит, люди во Вселенной. Ну, ничего страшного. Пытаетесь прожить на супе и на супе всё. Больше ничего. Там только суп едят в этой галактике. Короче... Ну, жестокая была. Ну, да, ну, нормально. Там... Не знаю. У меня, честно говоря, Стивенсон, FTL, это игра там, который, ну, вот, где там астронавт потерялся. Как мне и не... Алдер, по-моему, да? Алдер, они у меня уже все в одно там, честно говоря, собрались. Ну, это... Это немножко не то. То есть, Стивенсон там, понятно, слишком очень серьезно. FTL тоже, в принципе, и Алдер, она была совсем остановлена, почти не юморная. Вот. А это... Это прямо, я не знаю, ну, как там, футураму смотришь, только читаешь, и там, не выходишь за пределы одного спасательного модуля. И... Без бендера, не знаю. Вот. То есть там, например, у меня как-то в один прекрасный момент поселились тараканы в уголке этого модуля, и чуть позже приглашают к себе на чай, им говорят, что, мол, я слишком большой, я к вам там не помещусь. Вот. А еще на завтра у них там какой-то шум-то приходишь, они там с соседями тараканами воюют. Вот. Ну, тебе нужно их помирить как-то или не помирить. Ну, в общем. Ну, такая игра. Ну, не знаю. Посмотрите видео, да, там все видно какой-то юмор и так далее. Если вам, если вас это привлекает, то... А, там тоже 400 рублей стоит. Вперед. Вот. Также я там немножко постримил Тропика 6 и должен сказать, что да, там до финальной версии еще далеко. это потому, что это закрытая бета. Но, я так понимаю, для всех, кто сделал предзаказ, для журналистов, что-то такое. Вот. Релиз в январе, по-моему. И доработать там еще много. Говорят, что по сравнению с пятой Тропикой изменилось мало. Вот. Например, там появилось здание с дронами, которым можно дать приказ расстреливать всех, у кого... Да, у кого лояльность ниже 20. замечательный. Я так и сделал сразу все деньги, значит, просрал. Потому что, ну, наверное, что... Наверное, мало кому осталось работать. дроны можно себе позволить, если ты саудит. При этом... у них денег много, да, они там могут этот Йемен бомбастить. Не для всех. Я... Я только... Я только туториал прошел за пару часов, вот. Так что... Не могу там проиграть. И опять же, предыдущая Тропика, не знаю... Третью играл очень-очень давно, а там 4-5-й очень мало и почти нет. Поэтому не могу судить в этом плане об игре. Ну и опять же, да, повторюсь, что она еще сильно недоделана. Так что там, большие эти грузовые судна прям проплывают через мосты, сквозь мосты. Паромы проходят через остров. Я не знаю... Опять же, эти большие грузовые суда дрифтят на заходе в порт. Очень прикольно. Вот. Ну... Посмотрим, посмотрим, что там будет к релизу, да, и все такое. Потому что, ну, других, по-моему, других стратегий экономических про то, как ты управляешь банановой республикой нет. Так что не хотелось бы, чтобы Тропика серия сдохла и все такое. Ну, да, вот, как сказать, единственное, что я, например, там, я, я, как ее гражданин, я даже не знаю, то есть, сколько у меня это... Так. Вообще, то есть, мне со времен Генри, вот, единственное, что, как бы, я, я понимаю, что надо все там лайтово воспринимать, но просто, блин, я говорю, как Королей и Капусты, вот, в детстве прочитал, так с тех пор, как ты жалко эти все банановые республики, в общем, да, в том числе и собственно. Мы же тут выигры играем, понимая, да. А, ну, да, я, просто, да, мы же, мы же не будем про Филиппо Гроссо Днепрова говорить. Не, 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 Филиппо Гроссо Днепрова даже в плане, нет? Я не знаю. Правильно, то есть, нахрен, то есть, ну, то есть, ну, хотел сказать, что это полностью в сознании, ты знаешь, самое, что страшно, потому что твитерская лента, она все равно есть, как бы, объективно там, типа, объективно, конечно, могу, на нему даже там всех мьютить, всех и такое, и вот, я такой, понимаешь, что самое страшное, то есть, там, в этой в Керчи была там бойни настоящая, то есть, это первое вообще, там, не знаю, на тысячи километров вокруг, там, вот, стрельба, это такая в американском духе, там, с массовыми жертвами, я проснулся утром, там, кинул взгляд, в ленту, и я такой думаю, блин, а в связи с чем этот вообще, этот, 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 хрен вылез откуда-то там, из поджопы, да, и такой, блин, думаю, господи, с Керчи же там вот эта вот, эта стрельба, то есть, понимаешь, оно работает, я думаю, что просто это вот, выпустили это в оберлагу, для того, чтобы там, особенно молодое поколение, там, не задумывалось вообще там, ни о чем, и чтобы это вот эти все вот, смехуечки вот эти все были, потому что, ну, там, некоторые деятели игражура хотят с ним подебатировать, что очень, я не знаю, этот человек-то двух слов связать, не то, что не то, что я тут два слова могу связать, но он точно не морчит, поэтому, как-то не хочет ему депутировать, не ясно. Ты, вот, ты скажешь ему какие-то там, не знаю там, что-то, ему не нужно связывать предложение, в какие-то там осмысленные, не знаю, последовательности, то есть, он там предлагает вместе, покакать этому, овчаринку, он предложил скрестить стволы, там, вот, и, то есть, и он, в общем-то, наслаждается происходящим совершенно, то есть, и, то есть, вот так будет, он через, приблизительно, чтобы говорить, как этот крендель, нужно там, через каждое третье, каждый третий ответ, олигофренский смех, каждый второй, это первый ответ, это обзывательство, каждый второй, там, бессмысленный, какой-нибудь там говорить, я не знаю, там, какель-дакель какой-нибудь, то есть, и, конечно, общение будет очень содержательное, о, ну, ладно. Ну, единственное, что, значит, положительно из этого все вышло, это частушки про эльфов-педофилов, это было нормально, а все остальное можно отрезать, забыть и убрать. Вот, еще одно видео было на канале, целых три, чуваки, я постарался. Видео про Reigns Game of Thrones, замечательная, казуальная такая, ну, наверное, стратегия, да, в которой, как и в предыдущих двух Reigns, надо все решать, как в Тиндере, то есть, палец вверх, палец вниз, свайп лево или свайп право, да, вот, есть там, четыре ресурса, которые нужно балансировать, так, чтобы ни один не достиг максимума и не достиг минимума, вот, то есть, военная мощь, отношения, значит, с религией, отношения с людьми обычными и казна, и довольно сложно, вот, простите, единственное, что мне не понравилось в этой игре, это то, что, ну, вот, ты приходишь, типа, в игру по Игре Престолов, и думаешь, сейчас я тут на рулю, сам как захочу, вот, но, так как это видеоигра, а не, скажем так, творение Telltale, ну, то, как только ты начинаешь рулить, как ты хочешь, там, через пару ходов тебе уже и голову отрубают, и приходится начинать сначала, то есть, ну, свой нарратив и тут не построить, столбу привязали, надругались, да, да, это прям, вот, ну, буквально один из исходов, моего правления был, так что, ну, придется принимать решения, которые вам там, тематически могут не понравиться, но на практике, ну, спасут вас от столба, вот, вот, но в остальном, там, не знаю, музыка, оформление, все чудес, и даже перевод, тут там такой, такой перевод, как бы, такой же перевод, в принципе, как и, наверное, сериала, так что, лучше на английском играть, но я просто и то, и то попробовал, думаю, дай, как-то, вообще, выигранно русском не играю, там, зашел в настройки, настройки, еще нет, только переключение языка, слайдеры громкости, думаю, включу-ка русский, ну, наверное, зря, ну, ну, да, там, по-русски, да, что там, лорд, лорд Дэйвин запугивает служанок своей похоти, ее нет, или держит в подчинении, что-то там еще более смешное, прошептанов было, да, а, да, не, так и есть, в источнике, поэтому, как ты еще переведешь, да, но я не могу, просто, вот, и, а, и, да, нужно сказать, что игра стоит, по-моему, в российском стиме 100 рублей, так что, и она еще есть на iOS и Android, где она, там, наверное, себя еще лучше чувствует, вот, но на iOS и Android чуть подороже, ну, как бы, не важно, вот, копейки стоит, рекомендую, если, если вы там, хотя бы немного разбираетесь, в, политике, и, географии, Вестероса, то, да, вот, на этом, все, из видео, я еще сегодня, мне вот, замечательный разработчик, Lucas Pope, который сделал Papers, Please, он прислал, ключ для своей новой игры, Return of the Obra 1, но я пока до нее не добрался, может, сегодня, вот, после записи подкаста, доберусь, потому что я так, все, так все хвалят, это, если кто не в курсе, она там выглядит, она сделана в, ретро стиле, однобитном, ретро стиле, не знаю, наверное, так можно сказать, вот, то есть, как будто игра запущена на, мониторе, ну, монохромным, таком зеленом, или там, не знаю, бежевым, и там в настройках можно выбирать, какой монитор, типа, IBM PC, там, старого какого-то, или какого-то старого Mac, очень клево, вот, но при этом, помню, помню, все это, да, все это рендерит, по 3D, там, путешествуешь, не путешествуешь, хочешь по кораблю, этому, обр один, я вот думал, какой-то, ну, может, ирландское название, не знаю, в общем, я пошел проверять, нет, на самом деле, я узнал слово, помимо слова, обр, работа, я узнал, табар, колодец, вот, так, было полезно, обра, на самом деле, труд поэта, по-испански, ла обра, ну, может, да, потому что, потому что, значит, дело все происходит в каком-то, 1800, 0, не знаю, третьем, или около того, году, когда этот корабль возвращается, значит, на причал, как, как это, торговая компания там называлась, аустынская, да, аустынская компания, и на борту никого нет, и вы, как, значит, сыщик должны понять, что случилось, вот, и говорят, что все пишут прям, на Еврогеймере там прям Essential поставили лейтинг, на PCGamerе 90-е ставили, все пишут, что такого детектива, значит, как в этой игре не было в видеоиграх очень давно, и там, не такого детектива там, я не знаю, как варкам, ну, как, короче, в играх про Бэтмена, как-то нажимаешь и смотришь мультфильм, что там происходило на месте, нет, там нужно очень много, значит, самому догадываться, понимать, разбираться, я не читал полностью, но я там видел, допустим, небольшой спойлер, что там придется в игре даже акценты различать, озвучки, чтобы, ну, понять, откуда какой-то персонаж, и это поможет разгадать загадку, наверное, не знаю, играя, может, слишком будет сложной для меня, но посмотрим, и там еще, кстати, он пишет, что, типа, для получения плохой концовки, ну, вам достаточно будет не проявлять никакого скила и поиграть часов пять, вот, а говорит, что, а для, значит, до получения хорошей концовки, вам придется поиграть часов пять-тира сорок, поэтому, ну, посмотрим, вот, опять же, да, видео сделаю отдельно, на этом все, я не особо люблю сложные игры, честно говоря, ну, не то, что сложно, то есть, ну, там играешь в нее, как в гангхом, да, но при этом, не только нужно, просто ходить, читать, смотреть, но нужно еще и составлять в уме, что, что происходило, как бы в гангхом тоже составлял в уме, что там происходило, и так далее, просто, это не было завязано на ремплей, посмотри, посмотри, не знаю, мы стримите ее или нет, наверное, нет, Коля пускай стримит на мотыгу, а я буду, значит, так играть, потом, обычное видео сделаю, вот, ну, и давайте перейдем, к, главным темам, на этой неделе, которых, в принципе, не знаю, одна, остальные так, вот, главная тема заключается в том, что, Rockstar, как, еще не Rockstar, как его, ой, кто тут на вопросы отвечал, я опять, у меня вылетел из головы, Rockstar, главный Rockstar, а? Данхаузер, вот, извините, но, потому что, как всегда, в самый, в самый важный момент, я забываю, имена, названия и так далее, ну, так вот, Данхаузер, он обычно, не выходит, там, из своего, не знаю, не спускается в свои яхты, и так далее, на самом деле, он работает, сценаристик такой, но я имею ввиду, что, редко появляется его, имя в прессе, в качестве, там, не дает он интервью, и все такое, вот, издание Vulture, он решил, перед выходом, Red Dead Redemption 2, дать интервью, и, там, какой-то обрезы на момент, говорит, что, мы так, чуваки, мы так, усердно работали над этой игрой, что, как-то раз, значит, целую неделю, за неделю, значит, 100 часов, просидели, значит, за компьютерами, и, ну, и, понимаешь, и, все прочитали, такие, по что-то, хвалятся, ну, а сейчас настроение в, в нашем, нашей, как сказать, инфополе таково, что люди помнят, там, про Telltale, и так далее, опять же, заговорили про Crunch, про, про союзы, разработчиков, и, этот комментарий, естественно, сразу выделили, хаузера, и обвинили Rockstar в том, что, вот это, overworkings, значит, заставляют перерабатывать, разработчиков, ну, известно, вообще известно по, там, рейтингам на сайте Glassdoor, что, в Rockstar далеко не самая лучшая атмосфера, рабочая, что, да, постоянные кранчи, менеджмент, ублюдки, ну, все такое, вот, то есть, в принципе, не знаю, для меня не было сюрпризов, что он такое мог сказать, вот, но, это стало поводом для большого, аутрейджа в интернете, и, естественно, потом он, ему, ему пришлось даже уточнять, он сказал, что, чуваки, вы не так поняли, мы там никого не заставляем, так усердно работать, просто, что, я говорил про 100 часов, я говорил про нашу небольшую, значит, группу сценаристов, которые там, я и еще пару человек, вот мы, наши вот этой группкой, мы сидели, и, да, много писали, много работали, потому что нам это нравится, но, естественно, естественно, всем уже было плевать на то, что он там может сказать, свое оправдание, вот, и начали обвинять в том, что, ну, Rockstar, даже если не заставлять, ну, ну, как бы, это понятно, даже если ты не заставляешь, там, своих сотрудников работать, так долго, если кто-то, там, если много народа, есть такая культура в компании, что, там, работают допоздна, уходят из офиса, не в 6, там, в 9 вечера, да, понятно, да, то все, кто в нее приходят, будут такие, ну, не смогут, ну, идет то, что не смогут, просто тоже будут стараться, соответствовать, вот, и, поэтому, так, ну, естественно, выяснилось, не знаю, в принципе, и так было понятно, что в Rockstar, и вообще в игровой индустрии, работать, ну, тяжело, то есть, соблюдать, там, Work-Life-Balance, и все такое, вот. Допустим, это только под конец, там эти, что в этом, в... Ну, да, зависит, зависит от... зависит от менеджмента, на самом деле, естественно, потому что, насколько я знаю, там, в Blizzard, например, такого нет, в основном, может, да, там, тоже под конец, кризис, и все такое. У них несколько, у них проектов больше, им легче, я думаю, нагрузку распределять, вот, я, ты сказал про хаузер, я, честно говоря, я вспомнил, почему я, да, почему я не хочу, в общем-то, Red Dead Redemption покупать, потому что, они, безусловно, ну, я уже это уже говорил, они большие, там, мастера, эти братья, то есть, они действительно хороши, они очень хорошие, там, создают истории, то есть, они кругом вообще, они большие, молодцы, но просто, тут опять, то, что называется, cultural marxism, вмешиваются, они выпуск, они закончили, по-моему, Oxford, Oxford, или Cambridge, что, если там, ой, я не помню. По-моему, ты уже про это говорил, да, в каком-то выпуске. Что они просто, они из богатой семьи, они получили очень, 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 очень крутое образование, и самое главное, что со всем своим мастерством, они создают просто картину мира, где все сволочи, то есть, у них там, например, это уже разбиралось много раз, ну, то есть, когда у них там наглядная агитация на стенах, то есть, у них там, по-моему, в пятой GTA это было, я не уверен, но там, короче, республиканец, он такой, и кромпированный, но в то же время, down to earth, он более-менее осознает, где он находится, а его противница, демократка, она там такая, ну, там, в общем, дура-идеалистка, ну, вот, и, в общем, это, они просто, я не хочу даже играть, в общем-то, по большому счету, в игры хаузеров, потому что они всегда будут педлить, то есть, у меня это будет вызывать там, ну, резкое просто неприятие, предприятие, потому что, как сказать, ну, какие-то люди, они там будут из этой, извините, из хаузеровской сиськи сосать, но они просто, я думаю, что они просто юные, не совсем осознают, что и как, то есть, ну, собственно говоря, где они находятся, и так далее, потому что, о, круто там, и так далее, и тому подобное, не знаю, но, во большом счету, ну, то есть, бывает это так, это, то есть, там некоторые профессионалы, гаражуры, что человек там, он умный, все тоже, все понимает, что происходит, не хочу называть просто имен, но он вызывает, ну, все понимают, потому что он просто, ну, как сказать, то есть, я не говорю, что я создание света, там, а этот человек создание тьмы, но ты реально понимаешь, что вот, он просто по другую сторону, и вот это, вот это, в этом есть, конечно, что-то завораживающее, потому что, ну, человек, то есть, ты понимаешь, что можно те же самые вводные данные, человек может иметь, и он, то есть, он все интерпретирует, но он просто, он выбирает, как бы, ну, у него фундаментальные какие-то самые основные вот вещи, они другие, и максимум, ну, надо быть всегда готовым пугнуть, грубо говоря, условного хаузера, там, пугнуть огнем, потому что... Оглобли, оглобли. Оглобли, да, это, кстати, все очень, все очень, иронично отнеслись к этому слушателю и с разочарованием, я не говорю, что это частично, как это сказать, это иллюзия, которая для поддержания жизни, естественно, используется, там, оглобли, но на самом деле она действительно работает, это, если люди этого не чувствовали, ну, я поймаю, что у нас просто много обитателей крупных городов, но это очень, на самом деле, с одной стороны, очень жаль, а с другой стороны, я просто осознал, что мне очень повезло, потому что, ну, если у тебя есть, это на самом деле очень хороший инстинкт, просто тупо сбиваться в ставе, социальные инстинкты, не нужно пренебрегать, то есть, это когда речь идет, в общем-то, о вульгарном выживании, но я не говорил о каких-то возвышенных там вещах, но это очень хорошее, не нужно, не нужно, не нужно пренебрегать такими вещами, ну, то есть, это, ну, как хотите, можете относиться иронично ради бога, то есть, потому что, ну, Ну, это, Unity, ультах, это всегда хорошо. Я не хочу сказать, да, что я там прям как-то там сильно на это обиделся, потому что, да, я понимаю, что я сбивчиво говорю, там, не знаю, там банальные, наивные какие-то вещи, но, я должен сказать, что, ну, если еще с одной стороны посмотреть на, вернуться к Рокстару, а не так глобально, то, хотя с другой стороны, глобально это тоже можно, а? Что хочу сказать, вот он тоже, он говорит, и он действительно, понимаешь, я уверен, что он может, Хаузеры сами, они там могут и 120 часов. Да, да, я про это хотел сказать, просто, ну, смысл в том, что Хаузеры, ну, у них все нормально, у них, да, у них все нормально, то есть, Хаузер, он может, он может себе позволить, ну, понимаешь, если ему хочется, может, наверняка, очень хочется. Питал писателя Трумена Капот за несколько миллионов долларов. Да, не, я к тому, что, если ему хочется 120 часов, там, 100 часов в неделю писать сценарий для Red Dead Redemption 2, это нормально, и, ну, пускай пишет, и так далее, но смысл в том, что вот там, кто там у них ушел в длинный отпуск и не вернулся, господи. Лисли Бензис? Да, Бензис, например, ушел в длинный отпуск на год. не раз. Дело не в отношениях там между ними, да, дело в том, что в позиции Бензиса или в позиции Хаузера ты можешь поработать вот так вот пару лет, типа по 100 часов в неделю, ну, какие-то периоды, редко видеть там семью и все такое, а потом уйти на год в отпуск и не вернуться, и как бы, там, не знаю, остров себе купить, вот. А обычный, там, обычный сотрудник студии, он может поработать 100 часов, но после этого он не уйдет в отпуск на год и, ну, не купит себе остров, вот ему придется дальше работать там по 100 часов или меньше, или больше, ну, и, то есть, Хаузеру, Хаузеру это норм, может быть, а его подчиненным нет, но, я не знаю, может он не понимает. Который, нет, он все прекрасно понимает, он просто вот это, он настолько, как вот любая элита, мы про что говорили, про бодрияровские эти выкладки в прошлый раз, это вот именно то, что Хаузер, когда он говорит про 100 часов, выкранчив свободно, это элита, которая потеряла осторожность, потому что у него настолько все хорошо, и он вот, он просто уже, он в общем-то не отражает, потому что он привык, что люди работают сколько надо, и вот он ляпнул про 100 часов, и теперь ему немножко напомнили про то, что, в общем, за слова нужно отвечать. Ну, это было очень смешно, после этого, ну, вот когда Outrage начался, значит, Rockstar сообщила отдельно, значит, каким-то письмом, объявлением, сообщила всем своим сотрудникам, что, мол, чуваки, вы можете писать в социальных сетях про то, как у нас работает свободно и открыто. Да, все пошли и начали писать, как там, какие у них там проблемы, значит, ну, то есть, я не знаю, зачем бы было рассылать вообще вот это, ну, то есть, ну, это тоже потеря, чтобы, 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 чтобы самых, чтобы самых глупых там поймать и уволить, я не понимаю. Ну, это тоже. Вот, и потом, потом, опять же, он на Катаку пишет буквально вчера, что в самые, ну, Rockstar же несколько студий, вот, и, значит, в самой такой, там, где люди много работают, Rockstar Lincoln, там, где, значит, тестируют игры, вот, тестируют Red Dead Redemption 2, и там, прямо, люди чувствовали, что им приходится перерабатывать, несмотря на то, что там за это не приплачивают, или приплачивать недостаточно, вот, а в Европе с этим, ну, построже, короче, США, вот, и, прямо там провели отдельное совещание, отдельный митинг со всеми, сказали, чуваки, не обязательно у нас перерабатывать, просто, ну, работать, сколько там прописано в контракте, я не знаю, переработать, переработка, типа, опционально, тоже, ну, блядь. Ну, это тоже, надо платить, то есть, я понимаю, что производственная необходимость может возникнуть, тут, как я говоря, ну, просто, оплатите премию, потому что я не хочу тыкать пальцем, но некоторые, в некоторых компаниях, которые, да, которые, в общем-то, оригинальные из СНГ, бывает переработка, но за нее всегда, как бы сказать, воздается, вот, это оптимальные, по-моему, условия, потому что, да, бывают такие вещи, дело в том, что в СНГ, несмотря на там, всякое говно, много всякого говна в СНГ, даже не от СНГ, это зависит, по большому счету, от того, какие люди там, ну, смысл в том, что законы, законы построже, в СНГ, там, Европе, не знаю, насчет, в СНГ, Коля, я тебя умоляю, в СНГ тебя просто берут не на это, не знаю, может, в Беларуси, да, здесь строже, реально, здесь, потому что, вот, все, всегда там, это, квартиру снять по договору и всякое такое, на самом деле, это хорошо, вот, а в России, во всяком случае, тебя нанимают там на поденную работу и называется, и пошел нахер, если что-то. Ну, да, всякое, всякое бывает, но, ну, как-то, то есть, хотя бы, какой-то закон есть, который, ну, обязывает там, я не знаю, автор закон, это тоже, сталинская конституция была очень прогрессивная, да, да, я понимаю, в том, что, но, проблем правовременения, но, в США, где, ну, такая львиная, львиная часть игровой индустрии находится, да, то есть, там уже, все, что хочешь, ну, тоже, зависит от штата, да, не гарантирует, женщинам, да, да, не гарантирует, то у них, у меня куча опасных производств переехали из ржавого пояса на юг, потому что, как там в Симпсонах шутили, Техас просто отменил окружающую среду, и, то есть, они не только в Китае, а просто в Северную Каролину, там, в Теннисе куда-нибудь, они там в Арканзас, там, у братьев Кохов, там, у них, по-моему, в Техасе есть завод, который какую-то токсическую жижу, там, по речке она плывет в Луизиану, где у людей рождаются больные дети, и странно мутирует скот. Ну, то есть, я понимаю, что Американ Дрим и все такое, но у меня, как человека с другой, значит, вот, который смотрит, слушает, читает, видит со стороны, с другой стороны земного шара, у меня не создается впечатление, что Америка, это страна, там, для людей, потому что, ну, то есть, для людей, понятно, что если ты не мудак, у тебя есть деньги, то из Америки тоже нормально, вот, но, но если, как бы, если ты белый, еще в Америке, там, эта тема, если ты не мудак, если деньги есть, похер, мне кажется. может, сомалийский к тебе, я там читал, опять-таки, в Твиттере, как там какой-то агент, ФБР черный, ему осталось до пенсии 3 года, у него был безупречный, послуженный список, но он, он пошел в Whistleblower, потому что его там затрахало, как с братьями обращаются, ну, то есть, они там просто выносят дверь, заходят, запугивают, то есть, и ты, когда ты черный эмигрант, ты понимаешь, что ты, в общем-то, ты, я не знаю, мы обсуждали в подкасте, случай про то, что, значит, бухая, значит, ну, бухая, бухая представитель закона, зашла в соседнюю квартиру, думала, да, думала, что в своей квартире, там сидит какой-то черный мужик, он такой, раз, взяла его, застрелила, то есть, и в интернете сразу шутки про то, что, ну, в Америке достаточно просто, типа, ты черный сидишь дома, тебя застрелили, driving while black, там, walking while black, да, ну, в общем, вот, но, даже если, даже если вот от этого отойти, от там расовых проблем и так далее, если ты, если бы, если бы, если бы этого черного, ну, что хаузером, вот эти все их, вот эти вот, все вот, то есть их, как сказать, вот эта вот моральная амбивалентность, что им ее, что работники объединятся в профсоюз, и засунут им в жопу, так, что она из них изо ртов. Ну, вот, понимаешь, понимаешь, дело в том, что, вот, я к этому хотел подвести, что, то есть, если бы, ну, ну, нужно сказать, что даже, ну, даже если ты черный, у тебя, у тебя там, не будак, у тебя есть деньги, ты можешь себе купить, значит, дом, в который просто так не зайдешь, не застрелишь, вот, но, я хотел про другое, то есть, если, если свод туда, ну, то есть, ну, ну, да, ну, допустим, но, если, если отойти от этих расовых проблем, то я просто, ну, это можно объяснить там, расизм, но, когда я читаю там, как в Америке, значит, женщина рожает, и через 7 дней выходит на работу опять, я не знаю, ну, то есть, это у нас тоже, как в стране, которая смогла такое допустить, мы тут, короче, сидим, ругаем Америку, так клево, вот, как, да, это смешно, как, да, я уверяю, что в России, я думаю, что в Беларуси тоже такой, меньше такой фигни, потому что здесь, так сказать, интересная другая разновидность, это, ну, Беларусь маленькая страна, здесь, ну, такое, но если мы говорим о продавщице в киоске какой-нибудь, то она как миленькая выйдет, потому что там, вот, там угнетение, но не через 7 дней, я видел, ну, больше, я видел, просто, просто продавщица, продавщица, квалифицированная, я видел продавщицу в киосках, там, в магазинах, которые с детьми на работе, но эти дети, они, ну, им, типа, они дошкольного, школьного возраста, но они недели же, вот, то есть, эээ, ну, ну, в общем, я к тому, что я не понимаю, как, вот, в стране, которая дошла до такого, до такого похуизма на права людей, не то, что на права, но просто, ну, на отношение к людям, я не знаю. Ну, Fox News работает не хуже, чем российское телевидение, там, прекрасная была книга, чуть-чуть забыл, как чувака зовут, What the hell is wrong with Kansas? То есть, когда, понимаешь, людей бьют, людей секут, а они говорят, барин, мало сечешь, мы такие вот, то есть, ну, да, Канзас там, я много про Канзас всяких штук читал, что там происходит. Ну, там губернатор Браунсбек, который порезал расходы на образование, воспитатели детских садов и учителя, они валом поехали в соседние штаты, и люди там вообще, в общем, его, по-моему, выгнали, его все-таки, но, то есть, именно автор книги этой, который там вот разбирался, что просто людям засрали мозги, потому что он там брал интервью у какой-то женщины, которая работает на двух работах, и она считает, что она мало работает, и она говорит, что мы не заслуживаем там вот этого бесплатной медицинской помощи, потому что, понимаешь, людям это все втерли, у них еще вдобавок они протестанты, потому что там у православных действительно, например, есть вот это вот все там типа, что закинь на плечо, а протестанты, их очень сильно, они заточены на то, что если ты будешь работать, то к себе придет успех, вот, и если человека этого посадить в колесо, или там заставить, ну, то есть он будет там бегать, именно протестантская культура, она там вот это обеспечит, что он будет бегать там практически бесконечно, потому что он индоктренирован вот в этом вот, с самого детства, это очень вообще очень удобно, то есть, ну, как бы, в общем, не знаю, католик пойдет, там пойдет, бухнет, когда, я не знаю, не будет это, то есть, эти нет, это, это, ну, дело такое, понимаешь, поэтому, я говорю, львиная часть игровой индустрии сосредоточена в США, я, да, я понимаю, что там не в Канзасе, например, а в Калифорнии, там, Нью-Йорке, не знаю, срок, сейчас еще это, то есть, в Канзасе жилье дешевле, конечно, ну, окей, в Техасе, опять же, мировая индустрия, все такое. Ну, Остин, да, Остин, я думаю, что у них там какие-то местные, вот эти, регуляйшн, кстати, в Остине, потому что, в Остине, сколько я понимаю, демократы заправляют, они, наверное, помягче, город, город синий, штат, штат красный, да, там, шутка-то, это же, что там, Остину нужно, и окрестностям нужно отделиться, и сделать гей-тексас, не, слушай, последнее, значит, время, там же скоро, когда, не знаю, через несколько дней выборы, и Техас может стать синим, там, значит, Теда Круза, теснит, теснит, чувак по имени Бета Орурк, и все возможно. Теснит, ну там реально, реально теснит, там, вопрос, понятно, что, а просто дело такое, Трус, скорее всего, победит, но, типа, раньше не был, ну, а, посмотрим, это мы еще обсудим, наверняка, ну, это он тоже такой, он тоже такой проект, я посмотрел, он вообще, он очень, не знаю, нужно, сейчас вот эта волна, это, понимаешь, вот это вот все не очень, это было, это было, как, как тогда, когда, в 2016 году, ну, Клинтон тоже, конечно, ну, да, а потом, потом стало понятно, что надо идти за бета, велосовать, да, просто, как бы, дело в том, что, сейчас поднимется эта волна, демократов, она вынесет наверх, черти кого, то есть, там, конечно, сейчас уже все вот, все профессора марксисты, они уже там, вставные челюсти собрали свои, там, причесались, и, и всякие люди, и коррумпированные люди, и там люди, которые вчера были республиканцами, тоже там штаны эти, натянули, там, грубо говоря, лоси на бобтях, не, ну, это те республиканцы, которые, типа, мы республиканцы, ну, старые, мы, то есть, мы республиканцы, не этой партии, но это, на самом деле, это, как сказать, это, все это, в общем-то, человеческое, наверное, не нужно так, прям, сильно, ну, как бы, Тед Круз просто не человек, это, в интернете, это же один из самых главных политических мемов США, что Тед Круз, это, ну, типа, как Цукерберг, то есть, я веду себя, как человек, вот, я, значит, жму человеческие руки, на самом деле, он действительно, вообще, достаточно стрёмный, то есть, вот он выдается из ряда, потому что он какой-то, ну, я не знаю, то есть, в нем, действительно, очень, вот, в нем, он очень похож на Никсона, на самом деле, там, хорошая, это, хороший анализ давал, ну, как сказать, анализ, Хантер Томс, вообще, не аналитический такой у него разум, что, в общем-то, и хорошо, он давал такое, целостное описание, что вот это, что, там, Никсон, высокомерно, мирное чудовище, то есть, это, которое, который топтал своих врагов, и даже некоторых друзей, в принципе, Тед Круз, у него какая-то вот амбиция, что он был, не знаю, в детстве, еще в момент, то есть, он просто, блин, он пиздец злой, грубо говоря. Ну, он очень, это человек, это же известно, что там, значит, Трамп, его жену, сильно оскорбил, когда у них были праймерис в республиканской партии, теперь же, Круз, не знаю, все забыл, все нормально, Трамп лучше президент, и так далее, ну, как бы, ну, то есть, он просто, по крайней мере, по крайней мере, повылезали там, профессоры, значит, марксисты, и так далее, но вот таких, но вот такие, дебилов, уже не будет, идите на выборы, короче, если вы американцы, если, ну, правильно, там, все в интернетах, на родитах пишут, что, ну, не, ну, не будьте, короче, уверены в том, что победите, идите на выборы, там, пригласите своего, значит, всю семью, если она вдруг только не собирается дубликаться голосовать. на выборы, это, конечно, угар полный, дед, но дед мне доверял, то есть, мы с ним там вдвоем, смеха ради, но почему-то он ходил, хотя там уже, в принципе, у нас уже все ясно, мы пошли там на местные выборы, как мы там нашли с ним, а главное, что, насколько злобно там все эти, там, вот это, все эти сидят, эти там, все эти бабы и молодчики, которые там, типа, они наблюдатели у избирательной комиссии, а мы там с дедом ржем, их это очень сильно раздражало, там, я помню, что в последний раз, там, перед тем, как дед умер, ходили, нашли, короче, агрария какого-то, там, где-то там, громко я ему зачитывал, и дед там одобрял, или не одобрял, говорю, смотри, у него там всего две машины, в общем, и говорю, он там институт закончил, незаочно, там, и вроде действительно работает на настоящей работе, там, он где-то, вот, и там всякое такое, вот они у всех этих там рожи такие, конечно, были смешные, а что ты сделаешь, потому что дед у него там, он на пиджаке, у него там медали там, в три ряда и ордена, и это, дед, дед, дед тоже там, это, в общем, я должен сказать, что я ни разу не ходил на выборы, это, конечно, это, конечно, но я с дедом ходил, и это сам был пошел, это, да, ну, в смысле, как, некоторые говорят, что вот у тебя нет права жаловаться нас, если ты не ходил на выборы, не, не пользовался своим правом, значит, выбирать, то есть, и такое, но, как вам сказать, вы в Беларуси не жили, наверное, если слушать этот подкаст, потому что из Беларуси, из Беларуси, из Беларуси мало, слушаю, к тому времени, как я, значит, ну, достиг возраста, в котором я могу ходить на выборы, показывать свой паспорт, таять где-то подпись, эти подписи давно прекратили, значит, иметь какой-то смысл, поэтому, ну, на мой взгляд, мне кажется, это правда, так что... я настолько, настолько хрыч, что я успел в 96-м, там, за дедушку проголосовать, но, все остальное, я не хотел, короче, я помню, что я за Хакамаду в 2004-м проголосовал, но до тех пор, как она превратилась в персонажа реалити-шоу, ну, кто же знал, что она тогда что-то, ну, то есть, я вышел тогда, как самурай, получил 5,5%, я был на площади, в 2006-м году, было весело, недолго, вот, но, как бы, после этого, ну, и все, я не знаю, смысл, смысл голосования, точно не знаю, куда нас занесло, да, давайте вернемся в Америку, я закончу, я закончу, что я там хотел сказать, а, да, ну, по большой вот этой проблеме, проблем профсоюзов в игровой индустрии, понимаешь, пуш, он должен происходить из центра, центр находится в США, ну, и в США, я не вижу, я не вижу, вообще, как это может начаться вот в стране, в которой реальные женщины через 7 дней после того, как родили, выходят на работу, как сказать, у них, этот, New Deal там родился, поэтому и до того у них тоже такой был, ну, да, да, но, безбрежный капитализм, но потом у людей сильно, когда, понятно, что когда-нибудь это произойдет, но когда, не думаю, что прям скоро, озлобленные там даже люди, да, которые гораздо моложе там, гораздо моложе себя, когда они там вырастут, ну, они несколько, ну, они не несколько другие. Простите, что приплетаю Overwatch, но вот есть такая Overwatch League, и там нет профсоюза игроков, ну, то есть, я не знаю, какие там аргументы, значит, против профсоюзов у всяких, ну, во всяких других индустриях, да, но в спорте профсоюзы, насколько мне известно, ну, они всеми считаются как благодать, потому что спортивные профсоюзы, они там, ну, сильно игрокам помогают, они повышают зарплату, они, в смысле, косвенно, да, потому что всем известно, всем известно, сколько какой игрок зарабатывает, и так далее, ну, есть возможность торговаться, это, как минимум, вот, представляют интересы игроков, все такое, но, в Overwatch League до сих пор не появилось, такого профсоюза, и ни в какой, ни в какой киберспортивной дисциплине, короче, игре, я не знаю, нет таких профсоюзов, но начинать следовало бы с Overwatch League, потому что там очень строгие требования, то есть, во все остальные игры ты можешь играть, там, не знаю, с 12 лет, быть киберспортсменом, идти по всему миру, и так далее, а в Overwatch League ты, ой, там, по-моему, 21 или 18 должно быть, чтобы ты в США там, значит, подписал все нужные бумаги, ну, то есть, все прям очень серьезно, как там, в других профессиональных мейджор спортивных лигах, вот, и профсоюзы должны были бы появиться именно там, но нихера, хотя, ну, там реально в этой лиге в первом сезоне было, ну, сколько там игроков, господи, 12 команд по 8, где-то сотни игроков, что, они не могли договориться? Ну, понятно, что они там все молодые и так далее, в основном. Киберспорт привлекает определенных, ну, как, понимаешь, там, они достаточно высокооплачиваемые, они воспринимают это как... И там тоже, да, вот это вот ментально, что, типа, мы не, ну, мы не недостойны там, что, значит, был, не знаю, профсоюз, что, мы и так тут, значит, играем в игрушки и зарабатываем как минимум 50 штук в год, а кое-кто там зарабатывал 250. Да, 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 то есть, это не, ты понимаешь, как сказать, это не совершенно точно эти все штуки придут не из киберспорта, потому что, во-первых, они молодые, а то, что они молодые, значит, вы говорите, что они не рассматривают эту работу как... Ну, а в игровой индустрии тоже? Чем они будут заниматься всю жизнь. А очень же мы всегда, ну, молодые приходят с мечтами сделать игры. Да, но у всех они все равно женятся, заводят детей, выходят замуж, и вот тогда они станут, вот когда вот у них будет все подпирать, то есть, у них будет, они не смогут переехать к родителям уже, потому что есть своя семья, и уже там тебе уже за 30, тогда, да, тогда, и, как правило, такие люди, они бузуи устраивают. Ну, просто обычно, я так понимаю, потому что, ну, как сказать, потому что transferable skills и все такое, обычно такие люди, они не поднимают бузу, а я так понимаю, что если им совсем становится не моготу, они просто уходят там в банк писать всякие, значит, приложения, поддерживать на протяжении 15 лет одно и то же, которое, ну, которое не требует никаких кранчей, ты просто, ну, тут 40 часов в неделю работаешь, и все. Как-то, как-то так. Поэтому, сложно. хотелось бы, хотелось бы, чтобы профсоюзы все-таки в игровой индустрии появились, и всем, практически всем там разработчикам пришлось бы как-то хорошо, более-менее терпимо относиться к своим сотрудникам, и это бы сильно повлияло, чуваки, на качество игр, потому что, ну, 100-часовая рабочая неделя, это, ну, это означает, что человек нормально работает типа первые 20 часов, вот, потом и делать такую херню. Ну, это не просто я говорю, это исследования такие всякие, научные и так далее. Не знаю, не буду искать сейчас ссылку, да, чтобы в описании подкаста, просто поверьте на слово. Я думаю, сможете сами найти, если попробуете. вот, и что я хотел сказать в заключение, вот, ну, если, если вы вдруг там, не знаю, я, конечно, мне типа 29 лет, не такой хера опытный, и много, много мест работы я не менял, но должен сказать, что вот сохранять баланс между работой и всей остальной жизнью очень важно. Наверное, важно. Ну, для душевного спокойствия. не как, ну, да, очень хочется иногда, что там, что-то сделать, много поработать, я так тоже делал там много раз, но, ну, подумайте реально о том, чем вы жертвуете, вот, и о том, что, да, если в таком режиме долго работать, то просто будет работать хуже. Вот и все. И если вы там работаете в какой-то компании, которая ну, не то, что у вас оставляет, а просто там вот такая культура внутри компании, и что вам приходится не 40 часов там в неделю работая, не знаю, 60, 60, мне кажется, уже дохера, хотя бы, да, не 50, там, потому что я там из-за 50 там бы не стал бы безума. Ну, так, ну, то есть, ну, 40-50, окей, может быть, вот, но, не знаю, то есть, смотрите, что, ну, просто сами это понимаете. я надеюсь, что вы сами понимаете, но просто реально всегда есть, всегда есть другие варианты. Как у, как у игровых разработчиков есть вариант забить на игры, пойти спокойно, вы спаете, да, и ты, ну, ты сделаешь там в игру своей мечты, не сделаешь игру своей мечты, постараешься сделать игру своей мечты, но, зачем? Что ты потом будешь делать? Вот, потому что, когда поймешь, что там, не знаю, или у тебя до сих пор нет семьи, ну, я не говорю, что всем называть семьи и так далее, никакого прессинга, все такое просто. мандитрии. или, ну, не знаю, с другими людьми не общаешься просто и, ну, за пределами работы. Или ты просто там с женой не виделся нормально, ну, не знаю, не ходили в кино или так далее. Не занимался ребенком, все потому, что вот так вот много работал. И, ну, и дальше, как бы, ты опять там будешь делать новую игру, будет то же самое, там, даже если ты заработал денег, ты не сможешь нормально потратить. Вот. А, если, ну, если работать нормально, ну, по 40 часов там в неделю и так далее, то, ну, ну, чуваки, реально баланс, это тут ночью помогает. Вот, должен я вам сказать, поэтому, ну, опять же, мне всего 29, я вам не говорю, что я такой опытный, но, потому что, как я могу сытить, очень-очень помогает. Вот. я часто вижу, ну, людей там, которые жалуются на депрессию и так далее, просто реально хера работаете, ребята. Я знаю, в общем, и не чувствуете, что... Потрясающую вещь, пардон, что перебиваю, что, в общем, ну, там, хороший человек, что испытываешь чувство вины на выходных, потому что не работает. Да, вот этого быть не должно, чуваки. Если, если вы, ну, я, да, далеко так, не на всех работах получится сделать, но если вы работаете 40 часов в неделю, этого должно хватать, ну, то есть, это бейзлайн, которого должно хватать на достойную жизнь. Если, если нет, если нет, ну, то есть, я знаю, что нет. То есть, это, это бейзлайн такой, типа, как сказать, достижимо редко, и все такое. Вот, но, к нему нужно стремиться, поэтому, стремись, вот и все. Да, ну, и Rockstar, короче, я, я бойкотирую Red Dead Redemption, потому что, пикайверсии все равно нет, так что, 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 что я могу-то сделать? Вот. Не знаю, ну, пока она там выйдет когда-нибудь, но пока нельзя взять выушенную копию, к сожалению, но посмотрим, посмотрим, что там будет дальше. Может, они исправят, нет? Вряд ли. У меня есть англоговорящий коллега, которого затравили ранее там в другом офисе, PC Master Race, он радуется, что нету на PC. То есть, конечно, интересно, но там просто другая, у нас, как правило, у нас там принадлежность классу показывают через владение консоли, именно так было лет там 8 назад, сейчас уже там поутихло, потому что и люди там, не знаю, и в провинции уже себе купили там PlayStation или Хуанчика. Да, но еще не купили Switch, теперь надо можно, теперь можно, значит, в метро ходить со свечом, и смотрите, кого нет. Хотя, опять же, ты едешь в метро, ебнувай, вот, что, да, теперь давайте перейдем к игре от студии, которая хорошо относится к своим сотрудникам, вот, которая, значит, европейская, датская, а в Дании все хорошо, как известно. И да, речь идет про Hitman, дело в том, что Hitman 2 будет, опять будут иллюзии в таргет, и на этой неделе выяснилось, что первая иллюзия в таргет, ее сыграет Шон Бин, этого персонажа. Очень клево, мне кажется, я посмотрел этот ролик, и вы посмотрите, обязательно, отдельно от подкаста. Если бы он был китаец, его бы звали Шон Бин Бин, Шон Бин Бин, я думаю, но неважно. В игре его будут звать Марк Фаба, не знаю, говорят, что типа как-то смешно. Фаба, я не знаю, должно быть смешно, Фаба. Фаба, я не знаю почему. Но есть, естественно, смысл в том, что бесплатно мы сделали, то есть, Шон Бин, он должен быть премиальной цителью. В DLC, да, но это же маркетинг, чтобы все, чтобы игру купили, вот, когда, когда она появится, 20 числа, и до 30 ноября, игра выходит, 13 ноября, то есть, у вас есть, с 13 по 20 время, чтобы, значит, исследовать уровень в Майами, понять, там, все ходы и выходы, выучить, потом там встретиться, вот, значит, с Шоном Бином, и разобраться с ним. Но, просто мне очень нравится, ну, в прошлый раз они взяли, там, Гэри Бьюзи, это было тоже, конечно, клево, вот, но Гэри Бьюзи, это не Шон Бин. Это я могу понять, за то, что он там этому, харкнул в суп, этому Стивену Сивелу, это, кстати, с моей точки зрения, не самая отвратительная сцена в истории кино, когда там, в фильме про этот, про линкор, да, то есть, там, Гэри Бьюзи, он такой, я не знаю, какой-то весь там потный какой-то, он берет и харкает, там, в борщ, там, бля, самое ужасное, какой-то нахрен чужой, там, ну, блин, у меня такая плохая память, всегда на фильмы, на статы и так далее, потому что, во всех обсуждениях, значит, это Шона Бина в Hitman, все пишут там, for England James, но, я такой, блядь, откуда это, вот, это из GoldenEye, ну, и, как известно, да, Шон, почему мне нравится этот выбор, потому что Шон Бин, он везде, как бы умирает, хотя, на самом деле, там, посчитали по IMDb, всего в 30% фильмов и сериалов, но, 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 считается, что да, что постоянно его герои умирают, вот, а, значит, иллюзив в Target в Hitman, она называется The Undine, вот, и это, как бы, тоже такой персонаж, специалист по убийствам, не знаю, что там, он может тоже, ну, будет, как бы, отвечать, потому что обычно цели в Hitman, они могут только, там, держаться голову и бегать вокруг, бегать от тебя, вот, ну, не знаю, может, Шон Бин это изменит, посмотрим, вот, и, слушай, Болсонара, Болсонара Жаира, это, который, скорее всего, выбор, ну, так, так, нельзя, так, нельзя, понимаешь, то есть, просто, бразильская политика, в первом, точнее, в первом Hitman, в предыдущем Hitman, была, иллюзит Target, сабелькой надо было, там, значит, была такая, очень старенькая женщина, ходила с двумя, бодигардами, она была очень похожа на Хиллари Клинтон, как ее звали, господи, там, миссис смерть, не знаю, в общем, ну, она, она была очень, такой, evil, описана, evil персонажем, с которыми Билл переспал, потом она их уничтожала, ну, не физически, но, в общем, по-разному, ну, да, да, ужасно, трамп, трампа, почему-то не сделали, может, сейчас сделаю, то есть, лукалайка, я имею в виду, вот, тут дело в том, что, вот, в первый раз, это бен салмана, можно сделать, да, там, были, были, люди в Target, была, там, допустим, была, Люси в Target, с, каким-то, африканским варлордом и его женой, например, то есть, наверняка, там был какой-то прототип, вот, и да, я же, как-то, по-моему, говорил, что Hitman, это игра, вот, где-то реально играешь за пролетария, и, значит, всю эту элиту, в, тем бошки отрубаешь, короче, ну, по крайней мере, частенько, но, короче, в прошлый раз, когда сделали с Гарри Бьюзи, это был, ну, натуральный Гарри Бьюзи, то есть, он играл самого себя в игре, Гарри Бьюзи, да, и был там еще какой-то, второй Гарри Коуман, да, слабо с ним знаком, вот, это маленький негр такой, нет, а, это Коулман негр, да, там был Гарри Коул, вот, Гарри Коул, слабо с ним знаком, поэтому, ничего не могу сказать, но, смысл в том, что, Гарри Бьюзи, они не смогли там запустить по второму разу, эту иллюзию, таргет, у них, ну, не знаю, прав нет, или типа того, вот, а, Шонабина, они предусмотрительно заставили сыграть просто какого-то персонажа, поэтому, я надеюсь, что у них там останутся права, они смогут его реюзать, допустим, потому что, опять же, он же, типа, неубиваемый, может, что-то еще появится, в общем, вот, по-английски не получится, я очень, как и уважаю Шона Бина, но могу себе представить, Шон могу себе Шона Ебина, то есть представить. И должен, ну, конечно, возникает вопрос, то есть, а как они собираются это, ну, поддерживать такой вот уровень, потому что, если у них первые иллюзии в таргет прямо на релизе Шон Бин, то что, ну, что дальше будет, нельзя же там второй иллюзии в таргет, ну, просто какой-то, ну, придуманного персонажа, без, без знаменитого актера, ну, как-то странно, вот, ну, тут, похоже, походу, с Шоном Бином и помогла Уорн Бразес, который издает, Китмон 2, да, а Шон Бин на Уорна Бразес много работал, поэтому, что-то, что-то такое. Шона, обижают, и тоже ему надо. Да, может, его там, да, бесплатно заставили работать, 100 часов в неделю. просто, что Шон Бин там, я не знаю, сидит, это там, как ведьмаг в бочке, вот, а его там приходят эти, говорят, ну, поехали сниматься. У меня был, у меня был сокурсник, очень хороший парень, то есть, там, он вообще ежил, и приходили, вообще, он только хотел посидеть, поучиться, как приходили металлурги, соседи пообщали, брали его шею в захват, а они просто в армии служили с ними, не побракаешься, какие-то, кабаны такие, и уволакивали его водку пить, это вот такой, блин, пиздец, вот я просто себе представил, Шон Бина в таком положении, ну ладно. Не, ну, Шон Бин уже, ну, состоялось, нормально, он может, кого угодно играть, по-моему, прошу на Бина все, и нужно добавить немножко, что для всех желающих, теперь на Хэллоуин, временно доступен бесплатно, уровень из, из 2016, уровень в Колорадо, многие считают, что это самый худший уровень, я считаю, вполне нормальный уровень, так что, на любой платформе, на ПК, на PlayStation 4, там на Xbox, хотя на Xbox, в Game Pass, Hitman, полностью, доступен и так, и по-моему, распродажи везде, этого первого сезона, уже там, не знаю, в стиме, что ли, 70-75% скидка, в этом, в Humble Bundle, который, ежемесячный набор игр, они там выпускают, за 12 баксов в месяц, вот, в следующем месяце, то есть, уже сейчас можно заплатить 12 баксов, и получить, можно за 12 баксов взять Hitman и Hollow Knight, но это мы уже говорили, да, но все равно, это я вам напоминаю, что вы все-таки, наконец-то купили Hitman, если его еще не купил, я вчера... Бандл должен называться, в общем, хорошая игра. Гнойный бандл, это GB, вчера просто, в нашем чатике, я ссылку дал, в стим, типа, на бандл, который, большой скидкой есть, Hitman, и чувак написал, сразу, по-моему, я купил, наконец-то, коли ты меня уговорил, ну вот, так что, может, я наконец-то еще кому-нибудь говорю, потому что, ну, нельзя забывать о том, что, если у вас есть первый сезон Hitman, и вы потом купите Hitman 2, то внутри Hitman 2 можно будет играть в первый сезон, со всеми там улучшениями, переработанной картой, все такое, мууу. Ох, как бы у меня еще, сколько там, 19 дней осталось до релиза gold-версии, предзаказанной, долго-долго, вот, что-то надо делать, вот, ээ, да, хватит про Hitman, извините, эээ, давайте про Diablo, про Diablo, что тут говорить, короче я не знаю зачем blizzard это делала ну может может коля как человек который работает там плюс-минус маркетинга пиаре так далее может сможет объяснить вот зачем компании сначала когда нам в августе по моему или в июле выпустила видео которым комьюнити менеджер рассказывал что чуваки если вы любите diablo то это ваш год потому что мы работаем сразу на несколькими проектами и уже значит на близко не мы вам там покажем и все такие ну как бы сначала хотели показать ну подожди еще не досказал потому что вот на этой неделе до опубликовали на официально все сайте diablo что чуваки мы все понимаем но ну не ну эти дела так быстро не делают так что вы там diablo 4 не ждите ну не прямым текстом но у тебя по 4 не ждите то близко и что-нибудь другое мы делаем на земс вот канал different да ну то есть ну то есть чуваки вот там нет нет фликс наш проект там ждите может ремастер diablo 2 что такое вот они горят ванда тайм из райт я думаю что там был инфайтинг я думаю что diablo 4 они конечно делают они решили естественно делаются на средства пока слишком рано то есть сначала кто-то принял волевое решение посвятить потом кто-то там сказал вы чё охренели у нас там не готовы еще ничего что хотите быть как тот говард который показывает там две статичные картинки этого длд скролл саная а и этот и звездная это стартам чего-то и как она у них там называется страниц не знаю стар что-то там ну вот я думаю что про я тоже забуду кто-то 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 вякнул и решили не позориться потому что как правило когда blizzard анонсирует у них хотя бы вкусный ролик есть да не всегда всегда когда анонсируют игру сначала показывают cgi потом сразу после него геймплей насколько бы он не был сырым то что прям слишком а по-моему показывали 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 диабло 3 показывали вот чаще с показывать нашим зрителям как как выгодил ролик который показывали на самом анонсе и он сильно отличается от финальной игры очень сильно очень-очень сильно не хотят наверное просто они еще не определились с тем какое направление взять они хотят как с diablo 3 они не хотят менять по чтобы это не было видно то что они конечно будут направление менять и то есть когда они более-менее определяться они я думаю выйдут и ну в общем там много всяких много всяких косвенных указаний на то что они в курсе сколько народу в blizzard работает просто всего по всему миру типа тысяч 6 ну вот то есть эта компания на несколько тысяч в которой разное там всякие то не уверен бывают то есть и разные ну есть разные люди которые не всегда могут совсем там соглашаться какие-то сигналы может быть не прошли что там о в двенадцатом году было больше четырех тысяч 700 ну то есть до тысяч шесть пиар да пиар говорит что о давайте покажем там то есть я безусловно я не на каких там не основываюсь это просто и как сказать я основываюсь на том что мне организационную теорию преподавали там университете из группы к нимбра не хоть не хоть не хочу это выпи выпендриваться то есть это что-то у нас даже в и в политехе были хорошие преподы вот я исключительно на основе организационной теории это говорю что всякие там есть но всякие течения то есть пиар сказал о давайте то потом это когда там проектная команда сказали чё когда им это все упало они там сидят такими глазах чё давайте у нас нет еще ничего видите там типа в задницу а кто им скажет чтобы они пошли в задницу ну вот там кто-нибудь давайте искать того кто им скажет и пока вот эти вот две недели они искали да и вот видишь сменился допустим си его был мархейм стал брэк брэк сказал так действительно идите нахер например например так есть там и другие всякие косвенные указания на то что походу так и произошло потому что например нормально этой осенью должны были выйти комиксы там сколько 4 помыли 3 комикса короче по диабу вот там предзаказы были такой обложке показывали ну то есть все официально и недавно выяснилось что значит все эти комиксы отменили и прям компания которая их печатала которые рисовали там и когда они говоришь что ну нам прямо сказали что мы там другим путем пойдем короче и эти комиксы нам уже не подходят может быть пришла это вот новая метла и которая там махнула именно под яблой там сказала давайте давайте вот так вот пойдем а это что там комиксы там например там даже сюжетно она будет не состыковывать поэтому все за это не не так давно ну как не так мало в прошлом году так было с overwatch когда все ждали выхода какой-то какого-то прям там выходят такие мелкие комиксы но там должны были выпустить прям книгу чуть ли чуть ли не книгу должны были выпустить длинной какой-то истории а и это было еще ну анонсировали еще там примется не и так далее потом мецен ушел и как-то про книгу забыли потом выяснилось что книги это вижу не будет как бы не ждите им иметься но уже нет наверно вместе с ним эта книга значит ушла но это это нормально потому что куча всяких проектов она особенно там сопутствующих она остается нереализованными то есть из например у я не знает вряд ли там у нас слушают такие прошаренные игроки с большим опытом то есть я думаю что все знают у blizzard был проект постатом на игры там просто мрачной до предела то есть по моему по моему экшен ролевой если я не ошибаюсь я не помню от какого лица это в каком году просто ну ну давно я думаю что может быть в начале века то есть но я же забыл как она называлась я первый раз слышу интересно полистал полистал это в артбуке в близзардовском сборном он который вышел году наверное в тринадцатом четырнадцатом там про нее есть я не помню как она называлась но она такая но она была ну то есть реальный мрачняк и они потихоньку потом из нее грубо говоря всякие идеи там они из нее тянули вплоть там до этих до каких-то мутантские надписи пошли огром в кажется и и тому подобное то есть там ну тебя дело такое blizzard не впервые не впервые такое переживать как бы примеров прям до хера у них было то есть вспомнить тот же самый project на и только то из которого до лордов the class project тайт нас которого сделать пришлось оверу очень не получилось моему да собственно с предыдущей diablo полу то же самое когда blizzard нос она делала diablo 3 должна была быть там ему тоже мрачные гаотичные все такое вот а потом сказали так выйдите нахер мы сделаем вот такую diablo 3 которые у нас сейчас и все зарубили может быть было бы лучше потому что она какая-то вот нынешние но ты хоть ну не ему а как ну то есть такая мумов который ты можешь онлайн как как дистине короче да пример чем сейчас что сейчас вот бежу сейчас бегать там эти по порталам то есть я как-то увлекся варвара прокачал там кстати почти до сотого этого при как он там называется престиж уровня не знаю на восьмидесятом что ли остановился вот но что-то как-то потом меня застремало потому что там ну там проблема на самом деле такая же как и вов там просто дроп этого всего но то есть там интересно конечно с кубиком играть и все эти свойства вынимать из предметов и ты себя чувствуешь сильным но какой-то момент просто но в любой практически в любой игре закрывающей предельной полезности он свирепствует и боль в какой-то момент начинает круто загибаться что ты вверх вот этого что ты предлагаешь все больше усилий отдачи становится все меньше но так это сейчас недавно играл да ну это вот это вот короче кривая на загибалась вверх там почти сразу на релизе было очень очень смешно на релизе я тоже помню что когда ты пробегаешь просто там на раз-два-три ты абсолютно не напрягаясь пробегаешь три уровня сложности на четвертом но так паск и по скрип его первую голову и уже там в пустыне уже просто ты дохнешь и все и у тебя тебе нет начинаешь думать ну где взять шмот шмот взять по большому счету там не откуда считая но не задержишь там за реал какой-то на аукционе но высота большому счету то есть чтобы чтобы там было набрать шмот нужно было идти то есть играть на верхнем уровне то есть говорю вот на этом на четвертом да там были очень популярные забеги забеги по сундукам то есть иголы и там значит чтобы не ломались предметы не тратила золото ты бежишь сундуки открываешь на максимальном уровне сложности значит третьем четвертом акте и надеешься там что-нибудь хорошее выпадет даже если не тебе то что что можно будет продать неплохой у колдунья еще там я благодаря если бы не он если просто мне в этом вот не не прокнуло совершенно случайно то я бы и первый наверно как бы на четвертом в общем это в общем ну да очевидно что diablo 4 делают но ведь очевидно это что там что-то произошло и видимо увидим мы ее но может следующем году может через еще там через два года чё ж знает а вот это зато опять сказали что другие будут проекты по диаболу на этом близко ней я так понимаю что этот близко он будет опять вот как когда это было в каком году 14 наверно близко он про то какие мы тут реки и геймеры но никаких анонс вот всякие мелкие может ну мне кажется ремастер там 2 diablo и может еще и 1 ну точно должны анонсировать вот по поводу нетликс сериала тоже по моему все ясно там чуть ли про ну про него написали уже те кто им занимался и потом удалили цветы так что ну наверно а вот и может чекать мобильная игра я бы не против поиграть в diablo от blizzard на мобил это был блоки так что да но для 24 нет что там дальше у нас дальше про тотал бискет я не знаю мне писали в титере мол напиши напиши я все-таки написано я не уверен что это прям такая новость в общем джун донал бискет бэйн войдет в зал славы киберспорта и сл и при этом ну первым не игроком который там появится а до этого там было честно говоря нравится потому что он он разгон развивался во первых то есть он как бы не он не стал в то же время каким-то там политическим зелотом то есть он всегда оставался с собой видимо там потому что британец и дело даже в том но и многих людей и рак ну то есть как-то велался с большим достоинством общем он и симпатичен хотя его стильные не смотрел но в основном в основном да у меня тоже такое было впечатление конечно сейчас вот эту новость запустил допустим на замечательном форуме ресеттера и там сразу люди это что-то геймер гейтер который распугался женщин из игровой индустрии да как то как его можно там за славы вот есть такие которые просто там с другой стороны подходят пишут что типа ого зал славы киберспорт а прыгают справа прыгают следа это же это же известная как бы ну и известная примета хорошего человека что если на тебя прыгают экстремисты с двух сторон значит нормально значит не зря не зря жил если ты смог там до 1 мог раздражить совершенно разных там персонажей то это очень это будет очень хорошо вот другой стороны тоже люди заходят что пишут и по зал славы киберспорта нихера себе это прям как макдональдсе когда каждый месяц увешают фотографию employee of the month вот ну как бы у чуваки если вам без портом по боку просто проходите мил как известно бирспорт миллионы людей по всему миру фанаты и так далее людям важно людям важны другие люди которые вот так вот занимались киберспортом как джон бэйн как тотал бискет который у него была своя команда starcraft и он проводил собственные турниры кастил турнира по starcraft и не только человек очень много очень много сделал для киберспорта ну то есть из-за него миллионы людей я уверен на счет идет на миллионы просто начали киберспортом и рисовать так что может там извить в другом другом месте в комментариях на эту тему не знаю может и в комментариях зависит я я была забавил например или просто удалил комментарий не знаю ну то есть как там в это хорошие у шандерович этот миниатюра про толстого и короленко что там а я бы их в а я бы их я бы их вообще убил сказал толстой не ну им короленко сказал я бы их тоже выпорол дело дело такое машка да там опять же люди пишут что в 3 типа а кто это такой ну может тут реально не знает какой-то такой-то в чем он прославился хотя опять же можно нажать на ссылку там вы чем знаменитому да можно нажать на ссылку пройти и посмотреть что чуваки вообще-то у вас есть интернет ну ладно это мы чувак так извительно объясняю что вот это тот значит это такой ютюбер который делал 40-минутное видео про то как узнаем значит лазить настройках пика игр и поправлять слайдер филовью у бля это отлично сократил значит его заслуги до до слайдеров филдовью все такое вот не знаю что еще сказать у нас было видео по поводу после смерти значит когда это было место четыре назад вот если вам интересно про этого человека поподробнее немного узнать то пройдите пролистайте немножко назад на четыре месяца канал game club and pop на ютюбе и найдете я думаю то по моему заметный такой thumbnail вот и да я должен конечно сих порой не хватает до сих пор никто его ни хера не заменил на ютюбе никто не делает такие же видео джим стерлинг надоедает постоянно то есть джим стерлинг меньше бы верещал потому что меня тоже его вот эти вот интонации в волосе они какие-то поросячие честно говоря они выстегиваю у него такой такой персонаж как бы такая персона да я понимаю но типа ну как сказать он там блин ну просто должен быть какой-то человек вот такой уравновешенный без персонажей который там консюмера защищает и все такое не то что там глубокий анализ делает как просто я тут сыпор панихоп и так далее что бывают люди конечно которые там берут опыт вместо опыта в сундуках берут деньги но просто не нужно так вот офигевать то есть может быть это конечно юмор но что вот потому что ну когда конечно там из-за зеркалей доносится волос что его вот это вот удивление что там какой-то чувак я помню в ленте ой а кто играет там вообще за альянс я вот играю за кто вообще играет то есть вот я тоже не понимаю как бы соля сыграть это последнее дело меня не только я играю мой там как это сказать как хантер томпсон говорил там моя мать ненавидела никсона там это моя жена ненавидит никсона мой сын ненавидит никсона ну и так далее у меня не знаю у меня все практически но большими большую большую часть времени играют за альянс но просто дело в том что я травмирован второй волной второй войной и blizzard очень любят редконы конечно я просто был приучен к мысли шорки там они тупо вот они там зверьё и враги то есть когда в третьей части оказалось что они не поняты я это воспринял сейчас честно говоря как ну никогда не как предательство ну то есть я к ним в общем-то относился как адмирал пруду всегда то есть я очень такая как это сказать воинственная фракция нас тем более что очень вот ну коля ты же за таурин и играешь скорее всего не я за тролля играл последний раз за то это играл ли она ну то есть куча всяких еще до крови тролли коль ролик уши и кроме края коль играет за роду но тролли клюва они там но танцуют хорошо вообще ну вот на кучу всяких того кучу всяких людей тучих мышей превращаются там которых я не люблю поэтому это как ладно ладно да это убит это видео я сказал идите посмотрите если еще нет а вот чё там не хочет что-то про орду сказать не стесняется то есть я не хочу своего брата кирюшу вспоминать которые это вон папа жизни retribution паладина он доработал еще живу помимо всего прочего то есть конечно он музыкант и вообще он молодец но он подрабатывал вышибалые три года клубе поэтому и очень-очень больших высот в ряду лет и паладинов это репутация была я играл в общем я не хочу пересказать я не хочу на самом деле возбуждать ненависть и говорить то что кирилл там говорил про про форсейкина в то есть ни одного в общем то ни одного нематерного слова говорит ну ладно там еще быки эти но ну да форсейкин да я как бы я я тролли они с ними виду что не надо то есть когда вы там вот тут за что-то там удивляетесь что кто-то там то есть это и ко мне относится но я как бы с другой стороны не я не имею ввиду я никогда не удивляюсь например там притворно тому факту что какие-то люди берут деньги там из сундуков то есть я всегда то есть как сказать морали с которого можно из которой за то можно подчеркнуть что есть всегда люди которые играют за другую сторону и они могут вам то есть и в том числе такие люди которые могут вам извини начистить физиономию просто вдоль секунды то есть там и как бы и в общем когда вы начинаете то есть нужно всегда очень терпеливо относиться там карде или там карли кальянсу люди к людям ли которые там забирают деньги из сундуков к людям ли которые опыт забирает то что как это сказать ему не нужен этот фундаментализм вообще потому что но в общем то даже за счет какой-то там амбивалентности по большому счету я честно я не хочу воевать из-за сундуков извините то есть как потому что все фильмы про ниндзя они скучные когда там какой-то за какие-то амулеты начинают мстить это вообще дебильные фильмы совершенно то есть там всегда как пафосы пафосы мало фильмах про ниндзя там когда-то за друга там понятно там за семью всякое такое вот так за амулеты какие-то сраные амулеты какие простилы спины вот кстати я хочу порекомендовать есть короче такая тетка сьюзан зон так вот я уже сия уже я уже сексистской дал это определение она очень хорошую написала против интерпретации конечно понимаешь что в таком в позднем возрасте я открыл для себя на там очень проект про критику хорошо что и краткое содержание достаточно почитать в википедии там что написано я думаю что все хорошо разжевана хотя может быть я книжку просто эту скачаю конечно где-нибудь этом прости господи украду и прочитаю вот но то есть по поводу того что искать там глубинный смысл что там вот там на самом деле вася там играет не знаю условно там за какого-то ну там за таурина шамана и вы искать в этом какой-то глубинный смысл да может быть его и нет самом деле нафиг она ну я я начинал с ночного эльфа так что что я тут говорить орду и альярт нужно еще один пункт ну опять же ничего удивительного и бибин и у меня написано в плане и электроник arts взяла и забанила одного из профессиональных игроков и фур ну и то чтобы я был удивлен что есть профессиональные игроки фифу но да вот опять же я я просто не в курсе насчет этого насчет этой стороны киберспорта вот он выпустил видео там небольшое которое объясняет что точнее за что его забанили обычно банят игроков киберспортсменов за то что они нарушают всякие правила они не знаю там слова на букву n на стремятся например скажут типа того ну и лечить это вот нам на днях одного не знаю китайцы лет поэтому скажу на днях одного азиата который играет в counter-strike там его забанили потому что он прямо на турнире пользовался какой-то странной программой там делился через стены все такое было заметно ну в общем дурачок вот и а здесь я и забанила этого как его там курта на курт 0411 забанила за то что он просто ну критиковал игру то есть как сказал один чувак в твиттере ночь мост куски в клит не знаю знаете его или нет вот если бы беседа если бы беседа банила всех профессиональных киберспортсменов которые играют в quick champions и высказываются об игре то в игре осталось бы два человека ну вот а и пофиг ну потому что да конечно фифая штука большая я смотрю на пост и вообще меня честно говоря тут меня просто подрывает то что очень смешно то есть там сначала что там вот курта несправедливо выгнали 1 едет ну да же что курт токсичный до 2 едет это комментатор который написал что курт токсичный оказался и electronic arts модератором был бывший бывший до бывший и я и аж никогда оказался и 3 до самое то есть что меня меня вот тут накрылась что слово курт теперь запрещено фифа то есть можно ставить он плакта нью-йорк то есть нельзя в к в имени команды использовать курт также казахи расстроиться они хотели там в честь своего лакомства например этого сушеного молока захочешь там куртом назвать что нельзя и думают что такое ну в общем это интересно что казахи подумают что это против них я хочу хотел сказать нужно различать компании которая занимается киберспортом который делает игр для киберспорта и у которых предназначение там киберспорта это в первую очередь продвижение самой игры наверное так да понятно что киберспорт ну в целом продвигает игру да окей но ну вот если если вот если чипа если происходит такое то это показались но не ворвались курту домой и не расчленили его там перед и пилой по кости сюда просто 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 там уволили потому что я так понимаю ему платила тут кто-то может платить деньги спортсмену фифы наверное только и одну спонсоры тоже наверно есть но стану ну то есть как ли как в league of legends платят райот своим игрокам и так и тут наверно не знаю но бизнес да там то есть на вот просто курт тут я просто смотрю что глич был и курт получил три гола благодаря гличу я не могу даже помнить самую первую фифу по-моему 9 у них была первая 95 или 90 я не помню я помню фифа 95 или первых которую я играл она такая была еще там вовсельная и там короче можно было выигрывать там был я не знаю онлайн там вообще но наверное был онлайн ты просто подходишь к вратарю вратаря у него там анимации очень встаешь в место куда полетит мяч от тебя отскакивает в ворота противник и так может было забить голов 20 спокойно то есть и насколько я понимаю они это не починили и вот ну и как бы в добрый в добрый путь как говорится делать дело такое короче с одной стороны конечно понятно что не надо было становиться гиброспортсмену фифа потому что ну тебя ну наверное наверное не стоит есть человеку нечего что как пойдешь и это может быть может быть она что но вроде вроде не похож зовут фули от automated luxury и гейс пейс коми не знаю да еще не на следующего нету наступила приходится но потом конечно да это как это сказать я я не хочу конечно это но с другой стороны натравить на хаузеров и на и на и особые обстоятельства или нет то есть тут в общем-то и гитлера пожалеешь на самом деле потому что если кто если кто че если кто читал книжки то вы знаете что там это не самое не самое худшее участь там когда удушение собственными кишками там плохих ребят вот и как бы ладно на этом наши основные темы сегодня закончились нужно добавить что перед тем мы перейдем к релизам нужно добавить что теперь наш замечательный подкаст доступен еще и на спотифая так что если кто-то пользуется спотифаем для этого мне пришлось господи им пришлось установить vpn включить vpn и зарегистрироваться там добавить свой подкаст подождать пока его обработают и все такое но теперь он есть на спотифая так что прям что у нас теперь soundcloud rss itunes спотифа и youtube 5 платформ на которых можно послушать game club папа у вас вообще нет никакого и ваших друзей и ваших значит родственников нет никакой причины этого не делать вот она google подкаст да тоже есть так что везде а там кстати недавно элон маск себе кружку кружку заказал на ней написано особое обстоятельство давай вот я там это да я принялся то есть я опустился до уровня романа волобуева регулярно там трампу что-то пишет причем по русски там где-то диспать вот и я как бы тоже стал там на как это сказать разговаривать с маском это как-то говорить с пастой вообще там ну блин я я на неделе короче кто-то не про дружку я вспомнил про риддика сразу почему-то просто не на неделе на неделе писал и чувак поправить там твит потому что опечатка в твите вот я ему отвечаю с аккаунта game club пап типа это джек ну то есть джек который главный в твиттере как его там джек забыл фамилию неважно в общем си и обычно знаешь так шутку типа его упомянул в 3 типа чувак добавь уже кнопку редактировать твит ну как его просит уже сколько лет вот и потом обнаруживаю что не могу писать ничего кей попал не могу посмотреть что то такое потому что запись блокировали за подозрительное поведение мол типа там джеку пристаешь чего пришлось там капчу решить смс на телефон принять и так далее чтобы доказать что я не русский блог все кай ой ладно я не хочу про грузовик селитра лада короче да я еще хочу сказать я надеюсь что сегодняшний наш эксперимент пройдет удачно потому что мы записывали все первый раз на специальной платформе для подкастеров называет зенкастер . ком это не реклама просто да просто что раньше я записывал все это говно в один канал и было некрасиво и было слышно ну моих собеседников было слышно плохо потому что все записывалось на моей стороне теперь я надеюсь будет как-то по-другому но это я сейчас так говорю во время записи а что будет после то после кем еще запишемся и я начну монтировать там пост обрабатываете все такое я не знаю поэтому может быть может быть я вам там только что сейчас собрал посмотрим вот ну и все давайте придем к релизам быстренько проскочим их и так поля пойдет планировать стрима ты я надеюсь засядут и в обр-1 return of the обр-1 а то лукас попси таки пришла кулич по моему лично так что лить лично а до вышла игра у рюс поручи 4 и не знает это кое кое текма кай кай текма не за они выпускают миллионами все эти игры в серии warriors или по японский муссу там куча всяких персонажей которые ну уничтожают врагов десятками не экшен рпг просто экшена хотя прокачка там тоже есть и все такое но в общем даст написано вот строили 170 170 персонажей это конечно такое совсем раз всяких разных вот опять же этих игр на серии на самом деле то есть вот там японцы которые в нее шпилит но у меня там от игре от игре к игре от игры к греб мало чего изменяется да как гораздо меньше чем в якуте так что вот но при этом игра одну плохой не назовешь на такая же такая же как и раньше нормально ну то есть надо просто понимать то есть что когда люди играют в якут за то есть они тоже то есть со своей точки зрения они как бы там живут то есть ты как бы себя все друзья себя воспринимают ему в качестве хоббита который живет своей норе а там в общем кругом всякие ужасы но с их точки зрения у них в их не якуте у них там свой шир а я наоборот живу в каких-то там в этих застанных башнях над которыми там какие-то огни зловещие горят вот и в общем или не так но в любом случае в общем нормально потому что я граммер меня эти я же смотрел немножко стримы там вот и как бы мне кажется этот немножко инфернальным этот мир и вызван японской мафии то есть такое есть но это же план дальше вышла игра лего 10 super villains и то же самое наверное можно сказать и про лего игры которые они там выходят они тоже есть люди которые не в смысле что они у них такое консистент короче постоянное постоянный уровень качества и чё от них можно ожидать там как бы тоже все то же самое ну вот понятно что люди которые на ночь не знаю очень много играет в именно вот серию лего игр они могут могут рассказать вам про различия каждой из них но ну ну понимать наружу они все одинаково что у этой неплохие оценки я так понимаю ничего не изменилось а вот вышла starling battle for atlas которая показывала юбисофт и такая игра в которой ты собираешь саморучно амибо кораблик присобачиваешь его на свитч и летаешь там была смешная история про то что в сша короче как коробки людям в почту при приходили скрытые игры внутри нет вот но значит если про это не говорит то игру сравнивают по моему с ноу-мэн скайту для нормальных людей для казуалов вот те кто много не играет опять же там вопросы конечно к юбисот возникают насчет того что сколько там это все может стоить и сколько сколько может денег потратить на допчасти для этих корабликов вот и вообще допустим нашу беларусь дома на завезут кораблики или нет вот но сама игра ничего так что если вдруг обратите внимание как обычно а также вышел файтинг салкалибр секс 6 и тоже хорошие оценки тело хвалят понятно что рецензентом из обычных игровых медиа насчет файтингов верить нельзя то есть если ты хочешь быть уверенным в том что файтинг хороший но не знаю надо подождать там полгода пока в нем не разберутся чуваки которые файтинги играют всю жизнь например вот но если на казуальном уровне опять же да да саша вам расскажет там говно своего калибра или нет я для меня было открытием то что там можно собственный персонаж создавать и при этом там такой гибкий редактор на же эти что можно прям я не знаю чем конечно пользуется да можно хуи большие про собачью письма прямо говорить вот очень смешно да причем раки раньше так вот то есть и в пятом мне сказали как было я не знал как ну как бы не не вяжется обычно здание персонажей причем такое такое гибкое с файтинге но окей вот вышла dark souls remastered на свече понятно берите ну надо 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 покупать если вы там если у вас свечи вы хотите страдать прямо метро и так далее ну ладно я слышал только про одну большую не проблему в том что бандай нам к она продешевила и хотела игру уместить на 4 гигабайт на картридж они на восьми а и поэтому звук пожар сильно и со звуком там ну короче печалька звучит игра херово если вы там портативном режиме играете с ними небольшими динамиками или в наушниках там каких-нибудь херов то еще ладно но если вы играете там на телевизоре или в хороших наушниках то реально слышно отличие ну просто как из бочки там пишут очень очень грустно я должен сказать потому что ну звук dark souls как все остальные составляющие очень важен и ну разница между четырьмя и восьми гигабайтовые картриджи по пара центов и уверен вообще херень вот далее вышла игра the jackbox party парк по party pack 5 party game очень неплохой я знаю что первые четыре были угу-гой 5 тоже но там как нужно знать английский то есть не такой party game как там как over cook ты все такое это party game всякими играми со словами основном вот поэтому но если вы английский знаете его что я не знаю это набрать потому что это вот вышла игра project warlock это ретро-шутер на джи джи пока эксклюзив я понимаю ну то есть все что всем хочется эксклюзивы там на дискорд запустил свой магазин выходит эксклюзивы теперь какой-то лифт на джи джи но и мое ну то есть это не эксклюзив как платформа это как будто если бы вот и сделал игру и продавал я только в best buy пример а там в других не знаю сетях игра бы не продавалась но это глупо короче ладно вот и говорят что вроде как более-менее вот так но ну знаю нет не слишком не виду выдающийся смотрите сами я хотел попробовать но игр много так что извините этой я я в я много и много столько не вмещу вот кроме того вышел в early access экономический симулятор в условиях постапокалипсиса то есть и пока к не знаю как просто панк только меньше сюжета больше экономики стратегии все такое называется от микс а сайте посмотрите первые там отзывы очень даже неплохие игра в early access то есть еще впереди если вас такой жанр если вы в этом жанре разбираетесь наверняка будет интересно вышел симулятор колонии rim world как он был в рлякс на 67 лет вообще так хвалит а я вот смотрю на него честно говоря но я тоже смотрю издалека я понимаю то есть чуваки это как двор фортерс только ну не знаю для живых людей не для роботов но при этом это все еще двор фортерс и поэтому ну это тяжелая игра вот то есть ну для того чтобы начать не и играть нужно там поиграть типа часов 100 потом начинаешь играть и пытаются на есть такая игра вот но при этом там возникают очень любопытные ситуации когда я читал что вот там мой палач колонии потерял обе руки но при этом делал свою работу потому что значит мужественно загрызал своих жертв горло им перегрызал потому что но надо было работать очень вкусный интеллект хорош да то есть ну в двор фортерс было так такие всякие такие события происходили и у rim world похоже при этом rim world ну то есть это не не осы графика вот но близко все равно а вода и и знаю то есть если вы в если вы про rim world не знали того этого то наверняка вам не захочется в ней играть тратить 100 часов чтобы начать играть но с другой стороны а вдруг так что посмотреть скоро выйдет тронбрейкер the witcher tales когда там скоро 23 4 дня оценки уже есть поэтому вот а это однополивательская как бы rpg на самом деле ну и винт компания да при этом насколько мне известно действие там происходит еще до первой части ну то есть до the witcher one игры которые до седьмом году она вышла давно очень помер и все хвалят но я так понимаю что если вам нравится гвинт и хочется еще ведьмака то вперед вот мне гвинт не нравится я бы поиграл нового ведьмака ну гвинт я вообще не переношу поэтому такое к сожалению я попробовал бы но опять же много-много других игр так что нет кроме того вышла замечательная игра почему замечательно потому что посмотрите на и логотип называется the hex это игра от создателя пони айланд пони айланд эта игра сильно вдохновленная undertale то есть короче сплошные мета шуточки мемы и все такое ну на на любителя на любителя но кого-то может различить так что обратите внимание я уверен что свою задачу она выполняет а вот и в relaxes вышел шутер онлайн шутер world war 3 когда еще 2 не прошел ну ладно говорят что ничего но не работает то есть когда работает ничего вот но по поскольку поскольку там подключаются люди к серверам по два часа может сказать что о том что не работает и на сме отзывы москве негатив вы бывает довольно редко вот ну когда прям сильно облажались но опять же relaxes все такое может там когда не заработает нормально вот посмотрим но пока что я бы наверно вам не советовал ну то есть понятно дело можно купить сделать рефанд все такое но если вдруг у вас будет работать но но да на этом все ты 80 нарисовать это полюса колюса 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 совсем у вернулась соседи на советском вертолете написан написано фа 801 я просто скрины смотрю это в третьей мировой войне на это не советский а ну то смотрю тут а все понятно это уже это уже не то я просто думал что это альтернативная история про ссср но здесь в общем тут украинский три зубец я вижу на шевронах для российский триколор так что но в этом я не разбирался на предыдущем придумывали да а вот чё там ближайшее время у нас на канале опять же я надеюсь что будет сегодня видео ну посмотрим про ректор надо обраде ну там он пошли там поп написал что за час вы все поймете как ты что за играя как там все работать я такой думаю за час значит поиграю сейчас с небольшим там сделаю первое впечатление все такое но чужая как пойдет вот потом будет видео про гонки грипп боевые гонки которые давно там были аксесс они собирают положительные отзывы выйдут 25 числа по моему а нет стоп чуваки ноябре не вы да я перепутал окей в ноябре они выйдут 2 2 ноябре эмбарка так что это попозже но все равно будет видео про грипп чуть попозже еще будет вот 25 до 25 выйдет party hard 2 игра называется первое было это такое я не знаю ну ну hitman и по топ-даун или в зме 3 в скорее в скорее в зме 3 до такой инди-инди где нужно было на большой большой вечеринке людей убивать party hard 2 по-моему будет тоже самое так что интересно посмотреть на первую я не играю только видел но ее реально там описывали как из мы потому что ну там опять же нужно чтобы тебя никто не видел нужно устраивать всякие происшествия незаметно очень забавная а вот ну и опять же там висит господи мне вот эти кроме протокол который я не просил прислали к еще какую-то игру прислали burn там какая-то странная жир ли аксесс рпг про то что ты когда качаешься ты получаешь не плюшки а ты получаешь значит болезни и минусы дебаф и все такое вот но все это выглядит типа как трэш из самых низов стима так что я не знаю играть или нет нет но блин с августа все еще одну смысле как она вышла в августе ключ не прислали в сентябре все еще висит поэтому доктрин в которой я все никак не поиграю ночью хочу потому что x-ком про шпионаж и холодную войну на интерес вот ну просто отдаю приоритет играм по новее поэтому пока что никак ну да в общем так такие дела на этом точно все огромное вам спасибо дорогие слушатели за то что слушали и зрителям за то что смотрели если вам понравился этот видео в так заново если вам понравился этот выпуск то есть лайк если не понравился ну так и дизлайк приходите в комментарии задавайте вопросы подписывайтесь наш twitter там всякие новости ну вот если хотите нас дальше слушать на ютюбе лучше всего но можно нет не только на ютюбе ссылки все в описании есть вот и если хотите нам очень помочь если вам нравится это все заходите на patreon тоже ссылку легко найти в описании там нам нужно помочь деньгами на что деньги тут там написано мы будем очень благодарны а тем кто уже оказывает нам материальную поддержку высказываем отдельно благодарность еще больше все всем пока всем пока и и и Субтитры создавал DimaTorzok